здравствуйте друзья пытаюсь наладить съемку очень важно и надеюсь очень полезно поливать буду вот тут вижу поехали перед нами что мы имеем мы имеем замочены со вчерашнего дня цельнейшие черенки замочены ночью в холоде в темноте были дальше значит прививочный нож вот он не смотрите что он покрылся пятнами эта причина банальная оставил в саду таз выпал снег сантиметров 20-30 снег растаял полный таз воды и хоть и считается что это нержавеющий старый тем более силинген видите ценнейший нож но пятна не смываются ладно это я к тому чтобы ясно было о чем речь пойдет сикатов старый надежный с храповиком далее пошли вар бугоркова для такой погоды он очень удобен мягкий и ленточки ленточки нарезаны такими вот скатываются в рулончики и режутся это пленка полихлор виниловая или полиэтиленовая и так поехали если надеюсь что видно то о чем я буду сейчас говорить смотрите значит приварю как можно ближе к основанию ветки ветка вот так выбрана скелетная видите это скелетная ветка вот а прививаем мы таким расчетом как можно ниже поехали видите что используется практически вся длина далее идет смотрите не видно будет ладно потом поправлю смотрим сюда надеюсь видно два вот этот длинный тонкий срез он будет один почему 2 уже по диаметру сюда не влезет выбираем раз два три почки отрезали вот таким образом видно надеюсь теперь обязательно макаем воду вода у меня талая 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 дождевая вот сюда абсолютно ровненький вот и мы его вставляем ой а вообще не видите куда я вставляю это сейчас возвращаем как было плохо да нет операции так сейчас я загляну видно что-нибудь там Ну-ка, где моя рука? Ага, видно. Итак, вставили. Вот. Видите, второй уже сюда не войдет по толщине. Ничего. Так, теперь берем беленчики. Одну зажимаем. Бах. Вторая вот она. Поехали. И со всей силой подтягиваем. Повторяю, пленка полиэтиленовая. Ой, нет, только не полиэтиленовая. Полихлор-виниловая или полипропиленовая. Не этилен, а полипропиленовая. Вот эти две варианты годятся. Кстати, это же породы и пленка, которую мы называем изоляционную, или в электрике применяется. Тоже годится. но там она что-то погрубее будет. Все. Закончили. Обматывал со всей силой, чтобы вот так вот прилегать, прилегания было. Теперь еще раз, смотрите, как делается. Опять, наверное, в общем, видели. Вот это называется замочек. Вот. И все. И все. Так. Теперь, когда я все это закончу, я использую, я раньше использовал, сейчас покажу, вот такие вот. Сейчас, где-то у меня валял, валялся. Короче, я просто оборачивал, вот так вот делал, оборачивал, но иногда терял, и потом догадайся, что за сорт доплодношения. Сейчас я делаю более надежные вещи. Сейчас здесь будет подписано. Что здесь будет подписано? А здесь будет подписано суперсерафим номер два. Почему? Он стал розовый. А мне интересно, что же это такое? Почему он таким стал? Это была одна из деревьев, это розовые плоды. И я решил его увековечить, если получится. А в данный момент я замазываю так называемым садовый вар Бугаркова. Вот. Старец замазали. То есть замазаны только торцы. А то всякое бывает, да еще даже со старинных этих, старинных рисунков. Вообще умудряются вот так вот все замазать. Я просто удивляюсь, почему потом у них саженцы еще не умирают. И так замазал, и причем стараясь как можно меньше, чтобы мази было вот именно на этой части. Иначе под ней начинает гнить тара. Готово. Далее, прямо сейчас на ваших глазах подписываю. Сейчас. Взял ручку, взял бумажку. Почему? Потом просто забуду. пишу супер. Пишу супер. Сер. Все. И вот сюда ее. Причем раз говорю, стал делать более надежно. Надоело терять маленькие бирочки, которые кое-как присобачиваю и дальше погнал. Все, времени нет. Так, одно сделали, все понятно, да? Теперь я, не сказать, что мне это будет удобно. Вот. Да, еще, я знаете, как я все затороплюсь. Вот. Допустим, вот, приветствую еще раз хочу видеть. Вот, видите? Сейчас бежать за пленкой я не буду. Обыкновенный мешочек. И вот я вчера сделал прививку чего-то. Теперь мне надо будет сделать прививку персика. Так, ну, это я уже сделал без вас. Я хочу вам показать второй способ прививки. Сам принцип. Так, сейчас посмотрим. Как тут все неудобно, как плохо одному работать. Видно, не видно? Ну-ка. Сейчас. Вот здесь я хочу прививать. Видно мою руку? Видно? Этот, ветка потоньше. Так. Теперь я беру прививочный нож и ру сейчас принесу череду. перед вами венгерка, которая уже была привита на абрикос третьим этажом. Я срезал ветку мощную. теперь смотрите. Может быть, удастся мне сделать на ваших глазах сейчас. Это хоть и неудобно, задним движением вот тут уже я стою в позе. поэтому двумя приемами не получилось. Ничего, мне простительно тремя. Вот. И на расстоянии одной трети я делаю такой замочек. Вот. Видели? Теперь я отрезаю две почки на ваших глазах. Смотрите. вот так вот отрезал. Поглядели. И пока поставил воду. А теперь моя задача пусть у меня не совпадает диаметр. Почему? Мне надо тоже, чтобы вот этот ветка была очень мощная. Давайте попробуем ее сделать такой же. Все мне мешает. Эта ветка мешает. и тогда получается вот такая вот. Посмотрели. Ну, сразу видно, что она чуть-чуть получилась толще. Но наша задача, чтобы пристроилась вот эта вот хотя бы одним, хотя бы, видите, хотя бы одним одной стороны совпал камбий. Вот, видите? Вот, попробуйте сказать, что у меня плохо получилось. вот, гляньте мне в глаза. Видели, да? И теперь процесс обмотки. Я заранее вот не размотал, но сейчас на ваших глазах размотываю. Одну размотал, а вдруг она не лишняя. так, и вторая вот она. Эту я использую потанчик. Экономи. И пошли обматывать. Пошли, пошли, пошли. Вот, в отличие от первой прививки, вот этой, которая называется прививка в пень вращеп. Так, я обматываю снизу, так полагается. Вот, одну обмотал, вторая у меня упала, потому что я рот раскрывал, разговаривал, и упала далеко до земли, не дотянусь, потому что держу прививку. Тогда я вот так вот делаю. Разматываю вторую, помогаю губами поехали. То есть я еще половину не домотал. Доматываем. Вот. Вот. Вот самый кончик замотал. Натяжка очень сильная, чтобы не было никаких случайных даже щелей. Даже случайно. Вот. Теперь сейчас обматываю замазываю торец. Там уже ничего оттуда не надо. Вот. Теперь у меня остается еще одно. Что я сюда привью, вы уже догадались. Итак, супер абрикос с суперами на заводе, который не похож на своих родителей, имеет предельную размеры. Раз. Дальше идет венгерка богатырская. Я ее привез с Украины. Получил шикарнейшие плоды. Ни одной, вот там у меня растет целая галерея из пяти деревьев и не шести венгерах и ни одной веточки подмерзшей за все годы. А посадки были в 2015-16 году. И прививки. Так? То есть это она. Вот. И наконец сюда. Поняли уже, что это будет. Вот. Или сюда. Это уже второй вопрос. вот это самое. Всегда вот раз ключевое слово. Второй вопрос. Приходит этот студент на экзамен. Вот. Профессор в отчаянии, весь курс двойки. Заходит последний студент. Профессор в отчаянии говорит, ответит только на один вопрос. я вам поставлю тройку и пошли вы отсюда. Вот. Студент говорит, слушаю. А вопрос такой. Что такое значит морское воздухо дышащее очень крупное животное. Вот. И не из породы рыб. Студент не задумываясь отвечает. Это шестиногий семерук. Чего? Шестиногий семерук? У студента пенсне свалилось. А что это такое? Это профессор второй вопрос. А я на первой ответил. И притягивает ему зачетку. Так вот. Что здесь будет привито? Еще есть персики. Вот. Есть чудеса. Смотрите. Был вчера у соседа. Это я с вами как бы как говорил мой брат выпил стакан водки и говорил а теперь я со своим младшим братом басю дую. Это когда я у него черенки резал. Так вот я вот эти черенки остались от привильки у соседа. Он никогда не видел моих чудес. А у него у соседа есть и персик прекрасный. И вишня прекрасный. нарезал черенков и я привил. Остались вот эти вот. думаете я их выбросил и сказал себе я считаю что выбрасывать это грех. И принес себе ночью вы стоялись в воде вот и я еще их привью. то есть сюда будет еще привито сюда будет привито и посмотрите какое у меня богатство и сколько здесь прекрасных вот такие я уже не приваю наклон не тот это вот это вы можете увидеть в этих самых усадьба телепередачи которая могла бы быть лучше если бы нас туда пустили эту лекцию читать вот такую горизонтальную привьют еще маленькую одной из сотни и говорят вот так надо а на мой взгляд надо так стилетная ветка вот эту привьем вот эту еще может быть привьем вот эту можно привить вот эти же пологие я уже такие не приваю вот эту вот привью обязательно поняли да и вот там еще и так получается такой еж хотите я сейчас ежа покажу такого и мы на этом закончим наш разговор о прививках почему я ждал телевизионную группу сказали приедем в июле какое в июле прививки эх приходится все делать самому и швеция и женец и на дуде и грец вас влюбуйтесь раз два три четыре пять шесть шесть вот я это все все эти чудеса все собраны почти на одном дереве ну в общем вы меня поняли вот что смотрите какой полигон ну не удержался еще покажу вот такую ветку срезаем на место прививаем раз два я только начал ё-моё позавчера снег лежал цветочная почка распускается как рано штуки палки вот а этот представляете только сейчас увидел вчера еще все спало вот и вдруг плюс 20 так что же это такое позавчера все в снегу было вот а это черный абрикос тоже из ранних потом когда заморозок и все остался очередной раз без черных абрикос такая проблема с ними но что мы делаем мы прививаем еще вот эти три ветки привьем да вот остальные уже как бы не годятся угол не тот видите вот эти три и у меня получатся абрикосы с разными сроками созревания вы поняли к чему я хладю позавчерок попадают одни другие уже отсвели а третьи еще спят вот так и будем вот вот так и будем все друзья прошло время каждые 20 минут он отключается будем считать секунда ой-ой-ой тут еще по-моему минутка осталась берем нос и показываем вам тоже ведь особенно женщины они любят прививать они у них руки чертся они вот этого не знают значит в начале станок то есть этот ну или станочек такие мой друг делает продает сыроватка вместе с первыми ножами или это просто брусок но очень-очень очень такой гладкий-гладкий вот и потом доводка с помощью этого ножа ну естественно я держу то есть я показываю сам принцип смотрите потом я буду здесь плохо показывать у меня на груди висит этот болтается вот фотоаппарат а потом раз тихонечко немножечко другой стороной зубсинеца снять но в основном работаем одной стороны это бра-да-брейское свойство 19-18 а может быть из 15 века когда говорят топором брились вот это специально висит это называется старый кожаный ремень тот которым когда я был маленький у меня доведу пароли родители но широким этим ремнем а он был совершенно не больно им вот так что мы дети были тоже разбирались в этих ремнях все на этой шутливой ноте я заканчиваю разговор до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...